Россия обстреляла Торецк, есть погибшие. Меня зовут Евгения Токарь, здравствуйте. Сегодня утром российская армия обстреляла город Торецк Донецкой области. Один из снарядов попал в двухэтажное здание, в котором находились люди. Погибли шесть человек. Об этом сообщает местная госслужба по чрезвычайным ситуациям. Еще два человека получили ранения. Спасатели сообщают, что поисковые работы уже завершены. Российская армия систематически обстреливает населенные пункты в Донецкой области. Только вчера, по данным местных чиновников, в Торецкую общину прилетели три российские ракеты. В украинском генштабе сообщают, что российские военные не оставляют попыток наступления на два крупных города Донецкой области. Это Славянск и Краматорск. Кроме того, сегодня утром российские военные обстреляли ракетами Николаев на юге Украины. Как сообщил мэр Александр Сенкевич, в городе прогремело около десяти взрывов. Также обстрелян Никополь. Это город в соседней Днепропетровской области. Глава региона Валентин Резниченко говорит о 60 ракетах, которые попали по жилым домам и городской инфраструктуре. Разрушено около десятка частных домов. Повреждены больницы, предприятия и порт. А в Харькове в результате российского артиллерийского обстрела повреждены две многоэтажки. Российские войска выходят из оперативной паузы, взятой после захвата Лисичанска. Но массированного наступления ожидать пока не стоит. Эксперты Американского института изучения войны полагают, что возобновление атак будет поэтапным. Накануне армия России провела ограниченное наступление в Донецкой области. Приоритет отдается наступлению в районе Северска и Бахмута, к северу от Харькова. И на южном направлении Россия держит оборону. Министр обороны страны Сергей Шойгу в субботу заявила, цитата, «дальнейшем наращивании действий группировок на всех операционных направлениях». Однако в Институте изучения войны считают, что возобновление наземного наступления пока будет ограничено преимущественно Донбассом. Российские войска мобилизуют жителей оккупированной Луганской области для наступления на Бахмутском направлении. Об этом сообщает глава региона Сергей Гайдай. По его словам, в крупных городах области остаются около 10-15% жителей. Теперь им приходят повестки, и они отправляются на фронт. Некоторые добровольно подчеркивают Гайдай. Ранее СМИ неоднократно рассказывали, как мужчин забирают воевать из так называемых ДНР и ЛНР. По данным Восточной правозащитной группы, к середине июня принудительной мобилизации на Донбассе подверглись около 140 тысяч человек. Больше трети из них отправились в бой, часть была ранена или убита. Остальные занимаются обеспечением нужд в тылу. Издание «Медуза» со ссылкой на жен мобилизованных писало, что им не хватает обмундирования, экипировки и вооружения. Многих мужчин при этом похитили прямо на улице. Вместе с этим расследовательский проект «Конфликт интеллигенс Тим» сообщает, что в некоторых частях российской армии стали отправлять на войну в Украину даже отказавшихся воевать контрактников. Якобы их насильно вывозят на границу, в том числе под конвоем полиции. Россия использовала частную военную компанию «Вагнер», чтобы справиться с нехваткой сил на передовой. Об этом заявляет британская разведка. Там отмечают, что бойцы «Вагнера» почти наверняка играли ключевую роль в последних боях, включая захват России по опасной или Сечанска. И в этих боях, по оценкам Лондона, понесли большие потери. В Чебака «Вагнер» теперь якобы снижают стандарты набора и берут на работу осужденных и людей, которые ранее находились в черных списках, а обучают новобранцев в ускоренные сроки. Британские разведки отмечают, что это повлияет на эффективность группы, и Чебака «Вагнер» будет терять свою роль в войне России против Украины. При этом бизнесмен Евгений Пригожин, который, по данным СМИ, владеет компанией, недавно получил звание Героя Российской Федерации за наступление в Луганской области. Напомню, по оценкам Великобритании, за время полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла треть войск. В штабе обороны страны заявляли, что убиты или ранены 50 тысяч российских военных. Первый заместитель главы Службы безопасности Украины Василий Малюк назначен временным главой ведомства. Украинские СМИ пишут, что Малюк близок к руководителю Офиса президента Украины Андрею Ермаку. Накануне президент Владимир Зеленский объявил об отстранении прежнего главы СБУ Ивана Баканова и генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой. В отношении Венедиктова и Баканова пройдет служебная проверка. И по ее итогам Зеленский определится, вносит ли в парламент представление на увольнение главы СБУ и генпрокурора. Как объяснил замглавы Офиса Зеленского, Баканова и Венедиктова отстранили, чтобы они не могли влиять на расследование в отношении сотрудников СБУ и прокуратуры. Вчера в своем обращении к украинцам Зеленский рассказал, что против работников правоохранительных органов и прокуратуры расследуется 651 уголовное дело по факту госизмены и коллаборационизма. Иван Баканов – друг детства Владимира Зеленского. Ранний американский журнал «Политика» со ссылкой на источники писал, что Зеленский хочет сменить главу СБУ из-за потери Херсона в первые дни войны. Ирина Венедиктова – первая в истории Украины женщина-генеральный прокурор. Издание «Украинская правда» со ссылкой на источники утверждает, что недовольство команды Зеленского вызвало медийная активность генпрокурора и ее решение в ускоренном режиме передавать в суд дела против российских военнопленных. Сеть магазинов одежды H&M уходит из России. Компания приостановила продажи в стране 2 марта через неделю после полномасштабного вторжения в Украину, когда были закрыты 155 магазинов марки и интернет-сайт. А сегодня на сайте появилось сообщение, в котором сказано, что после тщательного рассмотрения мы считаем невозможным, учитывая текущую ситуацию, продолжать наш бизнес в России. Решение об уходе в H&M объяснили, я цитирую, «текущими операционными проблемами и непредсказуемым будущим». Перед ликвидацией компания планирует открыть магазины и устроить распродажу оставшихся товаров, но когда это произойдет, пока не сообщается.